В Рособранадзоре всерьез задумались о необходимости модернизировать уже годами устоявшуюся систему оценки успеваемости в школах. Специалисты ведомства предлагают перейти на 12-бальную шкалу вместо существующей 5-бальной. По мнению экспертов, классический вариант оценок не отвечает современным требованиям и нуждается в обновлении. О целесообразности подобной инициативы мы поговорили с экспертом, почетным педагогом Барнаула Александром Овсеевским. Хочу подчеркнуть одну простую мысль, что при разных системах оценки 40% приблизительно учащихся, они занимаются, ну как в пятибальной системе, на 4 и 5, ну то есть хорошо. А остальные имеют результаты хуже. И вот эти 40% хорошо успевающих детей, они на протяжении многих десятилетий сохраняются, так сказать, в таком режиме. Наша же все-таки задача давать качественное знание детям. И поэтому вот эти манипуляции с системой, со шкалами оценки знаний учеников, они не играют существенного, так сказать, такого влияния. Ну, если 12-бальную, допустим, взять систему, ну хорошо, один ребенок получил 7, а второй 6, а третий 5. Ну, в принципе, это только в какой-то степени может, опять же, запутать людей, родителей, учителей. И, в общем-то, какого-то такого эффекта, который ожидает, ну, автор этой идеи, я думаю, совершенно не получится. Критерии придумать несложно. Вопрос только в том, нужно ли их придумывать. И потом, ну, большая ли разница, если ребенок говорит, я учусь на восьмерке, а второй скажет, а я на девятке. Ну, ты, может быть, лучше в спорте, я думаю, это, наверное, важно. Кто-то обогнал кого-то на одну тысячную секунду или прыгнул на полсантиметра выше, наверное, там да. А здесь, в наших условиях, я думаю, это вообще вопрос не принципиальный.